День брюнеток Вопрос, конечно, спорный И много лет он, скажем так, витает в облаках Я считаю, что все-таки нельзя кого-то одного выделить на 100% Потому что очень часто звезды задают нам тенденции к тому или иному цвету И люди стремятся быть похожими на них Поэтому модны и те, и другие – это однозначно Ром, мне кажется, сейчас уже не удивишь никого парикмахером-мужчиной От стереотипов, никуда не деться, никуда не убежишь И один из таких – это то, что профессия парикмахера Она более женская, что ли сказать, нежели мужская Вот почему решили в руки ножницы взять? Что сподвигло? Ну, так скажем, история-то можно взять из далекого, так скажем, еще прошлого У меня просто подруга у меня есть, она парикмахер И мне постоянно говорила, иди, иди, у тебя получится Приходил, просто ей помогал Ну, тут как-то вот решил поменять все в своей жизни Сменил профессию Вернее, решил поменять профессию, поменять город Уехал, отучился Ну, и, в принципе, как бы я не жалею, что я выбрал эту профессию Очень нравится Ну, и зависит от того, что Какой у тебя будет наставник У меня шикарный, великолепный мой наставник Она меня обучила очень-очень хорошему ремеслу, можно так сказать Как бы заинтересовала Я не жалею, что я выбрал эту профессию А вот давайте у начальника спросим Роман справляется со своими обязанностями? Да-да-да-да Конечно, справляется Роман все мои ожидания воплотил в жизнь Он старается, он растет на моих глазах И за эти три года, да, три года Два с половиной Два с половиной Два с половиной года достиг огромных-огромных высот Сейчас он уже даже преподает И с каждым месяцем он все становится более высококлассным специалистом И обрастает огромнейшей клиентской базой Основные из них блондинки Такая минутка славы Причем самое интересное, чего раньше боялся блонда Теперь они все у меня Кстати, а вы как-то меняли вот за все это время свой образ? Свой? Да За последний месяц я поменял 11 раз цвет. Так, поподробнее. Он не мог определиться, в ренетку он или в лондинку. И зеленый был, и графит, и синий. Натурально русы. А клиенты как? Нормально? Клиенты просто не успевают за мной. Сегодня пришли, я один, завтра уходят. А кто это вообще? Какой он в этот раз будет? Профессия обязывает, можно так сказать, меняться, задавать какие-то направления, может быть, в цвете. Причем даже иной раз клиенты, глядя на мастера, хотят такой цвет. Вот, кстати, да, бывает, приходишь в салон красоты, к вам подходит парикмахер, и смотришь на него, ну, у него какой-то хвостик, что ли, корни волос непрокрашенные, в конце концов, и ты думаешь, сейчас он мне наделает, как стриганет где-нибудь, не там еще. Нужно ли быть, знаете, как, ну, скажем, иконой стиля, что ли, вот для своих клиентов, как примером для подражания? По идее, да, конечно, ну, считаю, что мастер – это лицо салона, да, и, соответственно, вы должны выглядеть как мастер, привлекательным, чтобы клиенты, которые приходят к вам, смотрели на вас, и, может быть, к чему-то даже стремились, что-то от вас перенимали. Конечно, мне кажется, обязательно. Да, Светлана. Клиенты будут идти к нам за тем, чтобы тоже выглядеть красиво. А давайте ваших первых клиентов вспомним. О, Боже. Вот насколько это было эмоционально? Ну, все равно же переживаешь, да, вот как, что сейчас будет? Ну, самый-самый первый клиент – это во время учебы. Я учился в центре занятости в Комсомольске, и у меня пришел парень, довольно-таки сильно заросший. Первая моя мужская стрижка. А вот первая мужская? Я никогда это не забуду. Это, наверное, на всю жизнь мне уроком будет. Сказали – делай. Все, я боялся, не хотел. Встал, стриги, делал стрижку, сделал. Самое, что интересно, у него оказалось три макушки. И когда дошло дело до макушек, я встал, и все, я говорю, я не знаю, что с ними делать. Ступор, да? Да, просто это настолько было для меня неожиданно. И такой интересный волос, ну, я его иногда еще называю подстава, волос. Он вроде такой легкий, хороший, но когда начинаешь делать стрижку, выполнять, вернее, стрижку, да, он начинает себя вести не так, как надо, так скажем. И сложно такие стрижки дорабатывать. Неожиданно. Неожиданно. Ну, такой нежданчик, да. В принципе, ну, первую стрижку сделал довольно-таки хорошо. Единственное, я говорю, вот, макушки меня тогда в ступор вели. Ну, а такое самое запоминающее, это уже когда пришел на практику, пришла клиентка-бабушка. Естественно, скорость у меня маленькая была, работал долго, и стрижка где-то длилась часа два, наверное, причем стрижка была короткая. А в итоге руководитель достригла ее, потому что бабушка же не смогла сидеть. Как бы после ухода клиентки руководитель ко мне подошла, ну, что, говорит, желание отбили, я говорю, не дождутся. Ну, это самое главное, да. Не дождутся, все, и как бы, ну, такие, не, моменты всякие бывали интересные, забавные, курьезные. А у вас, Светлана, как было? У меня как было. Я в 10-м классе решила, что надо попробовать. Пойдет, ну, буду ли я парикмахером, понравится ли мне это. Я пошла на курсы домашнего парикмахера, подстригла тогда своего будущего мужа. Он со мной две недели не разговаривал. Я решила, что мужская стрижка, наверное, все-таки не мое. Вот. Ну, сейчас, на самом деле, у меня огромное количество мужчин стригутся, и далеко не с легкой головой, скажем так, потому что у них волосы все очень сложные. Вот Роман недавно испытал на себе одного из моих самых сложных клиентов. Это самая подстава? Более 15 лет, да. Вроде как он уже очень хорошо справляется с такими волосами. Он говорит, нет, вот у твоего клиента, конечно, очень сложные волосы. Я его уже стригу за 10 минут нормально быстро. Уже приноровилась. Вот вас не коробит или даже, знаете, не раздражает такое утверждение, что в парикмахеры идут люди, которые, ну, скажем, ленятся получать высшее образование. Там, не знаю, девушка не справляется с учебой, с грехом пополам закончила эту школу, и вот один путь ей парикмахер. Или там, знаете, как говорят, вот, не поступишь в вуз, будешь парикмахером, как будто это какое-то нешезвено, что ли, скажем. Ну, это, мне кажется, все-таки из давних времен шеечное убеждение, да. На самом деле, когда я сказала, что я пойду на парикмахера учиться, бабушки были в шоке, как же без высшего образования. Зато, когда я уже открыла школу свою, когда у меня был салон, и я уже победила во многих конкурсах, стала известной, бабушкам пришла, я говорю, бабушки, я поступила на психолога. Они говорят, зачем? У тебя же уже все есть. То есть, я разломал этот стереотип для своих родственников, и сейчас они говорят, что высшее образование, оно не обязательно для того, чтобы стать успешным. А вот для жизни хватает зарплаты парикмахера? Ну, все же сейчас хотят, там, не знаю, баснословные суммы получать за свою работу. Не, ну, ни для кого не секрет, что поначалу, да, когда отучились, пошли работать, естественно, своей клиентской базы нет. Естественно, будет зарплата, ну, так скажем, небольшая, постоянно, постепенно, постепенно, ты нагабатываешь, ну, на хлеб с маслом хватает, и на икорку, и на икорку. Я могу сказать, что мои сотрудники уже, наверное, это. Им на больше хватает. Да, им хватает гораздо на большее. На ипотеку, например. И они скромничают, скромничают, честно. На самом деле, у них очень хорошая зарплата, далеко выше среднего уровня. Ну, да. Поэтому Роман сейчас так поскромничал просто, на самом деле. Хороший парикмахер зарабатывает в настоящее время достаточно средств на то, чтобы и отдыхать, позволить себе ездить куда-нибудь, и просто там мир посмотреть, и поучиться съездить к знаменитым всяким маэстро парикмахерского искусства. Поэтому профессия достаточно доходная. И на самом деле, на данный момент, она считается одной из самых прибыльных. Поэтому с парикмахером сейчас очень даже выгодно работать. Давайте еще вернемся к клиентам. Вот только по-честному. Вот встречались ли на вашей практике клиенты, которые, ну, оставались, скажем, недовольными, да, там, после стрижки или покраски волос? Да, конечно, такое бывало. Поначалу… А как вот с такими справляться? Все равно неприятно, да, как-то это вам… Не, ну, естественно, как бы, расстроился клиент, а расстроился мастер. Это в любом случае, да. Где-то, может быть, я чего-то недопонял, где-то, может быть, клиент не так объяснил. Ну, ну… А скандальные были клиенты когда-нибудь, нет? Скандальные? Нет, ну, у меня, по крайней мере, на моем пути, так скажем, да, такого пока еще не было. Чтобы именно прям скандал устраивали, там что-то не так сделал, окрашивание или стрижку. Нет, такого как бы не было. А так вот, ну, когда клиент в чем-то недоволен, естественно, конечно, такие моменты бывали. Ну, а как, Светлана, как с такими справляться? Вот какой-то, может быть, рецепт есть? Да, не переводить все, не проводить все через себя, на самом деле, потому что парикмахер, он в первую очередь еще и психолог в обязательном порядке. И очень часто бывает так, что, например, расстройство либо недовольство клиента, оно ежеминутное, ежесекундное и проходит, и в следующий раз этот же клиент возвращается уже совсем другими эмоциями, потому что именно такая ситуация была у меня. Я неделю переживала, когда клиентка, срывая пенюар, сказала, что она темная, все не так, все не то. Я очень сильно переживала, но спустя месяц она пришла и сказала, крась меня хоть в зеленый, но только подстриги, как в прошлый раз, потому что все настолько понравилось всем окружающим. Она получила кучу комплиментов, и, естественно, она поняла, что была не права. Она извинялась очень долго, она сидела, ждала, пока свет включит, выключен свет был. Ну, в общем, она была готова на все, лишь бы я ее взяла уже. Поэтому никогда через себя не пропускать, и тогда все будет замечательно и прекрасно. Ну, и, конечно, недовольных клиентов лучше не выпускать. Они опасны. Давайте еще уровень мастерства наших местных, парикмахеров Кабаровска, сравним с мировым. Ух ты! Далеко нам еще до мирового уровня или нет? Ну, могу сказать одно. На самом деле, на Дальнем Востоке мастера очень сильные, и когда даже они переезжают в ту же Москву, Питер, наши специалисты там очень хорошо ценятся, потому что, во-первых, мы трудолюбивые, и умеем достаточно много. Ну, и на чемпионатах Россия наша вообще на мировых уровнях, на чемпионатах, вернее, мира, Россия уже в который раз, по-моему, в седьмой раз становится абсолютным чемпионом мира. То есть мы побеждаем всегда и всех. Поэтому Россия на очень высшем уровне, и иногда даже другим мастерам мира до нас далеко. Я как понимаю то, что всегда нужно повышать свой уровень, и я знаю то, что вы ездите за границу на какие-то мероприятия. Вот давайте об этом расскажите. Ну, так скажем, отучился и пошел работать, это не значит, что все, ты на этом останавливаешься. Наша такая профессия, что в ней надо постоянно развиваться, постоянно какие-то знания, какое-то обучение. Даже бывают такие моменты, что ты вроде это знаешь, ну, раз не применил в работе, два не применил, подзабыл. Ну, пошел на тот же самый семинар, который, ну, вроде ничего нового тебе там не дали, но тебе напомнили то, что ты знал. И ты, о, а как так? Я это знаю, но я это не использую, не применяю это в работе. Поэтому это постоянно. У нас, наша профессия, ну, только развитие, 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 самообучение. Без этого никак. Если не развиваться, ну, ты просто, так скажем, застрянешь на одном месте, и все. И ты ничего нового не сможешь дать своим клиентам. А вот расскажите, последняя у вас поездка, это Германия или Яша? Да, последняя поездка. Да, вот расскажите, как она состоит. В Германии, это Академия Беривелл. Технолог компании Беривелл теперь я, да, после поездки обучением ездили. Я вернулся. Чему учили там? Учили красителям. В общем, весь уход, вся линия, что компания производит, свозили на завод, показали, как это вот они производят германцы. Я как понимаю, там были специалисты со всей страны или как-то у вас там? 12 человек со всей России, да, с Хабаровска. Кто, так скажем, пожелал, да? Налетало трое, и там Тольятти, Новосибирск, Владивосток, Артем, да, вот мы с ними со всеми общаемся, создали группу, какие-то работы выкладываем, что-то какие-то, может быть, нюансы непонятные, в красителе еще что-то возникает. Без проблем общаемся, поддерживаем отношения, сдружились очень хорошо за эти пять дней. Поэтому тоже очень познавательная была поездка. А вот если, в общем, да, говорить про обучение этому мастерству, да, вот посоветовали бы вы начинать с нашего города, с Хабаровска, или все-таки Санкт-Петербург, Москва, там? Не обязательно, на самом деле. Сейчас в Хабаровске есть очень хорошие школы, которые дают начальный старт, базовое образование очень хорошее. То есть этого достаточно, в принципе, будет для начала? В любом случае, какое бы обучение вы ни прошли, 8 месяцев, 3 года, там, 3 месяца, основной диагноз, присущиеся руки и боязнь клиентов обеспечены. Это в любом случае. И только потом, со временем, с наработкой практики, происходит какой-то щелчок, и все, боязнь уходит, и ты начинаешь уже именно на развитие работать. Давайте еще про уход за волосами, ну, все-таки, вот, да, можно сказать, уже лето началось у нас. Ну, да, через пару дней. Сейчас кто-то уже даже на пляже успевает ездить. Значит, собственно, волосы-то у нас подсолнечными лучами портятся, да, все-таки высыхают. Вот как их правильно защитить? Может быть, есть какие-то эконом-варианты? Сейчас огромнейшая масса профессиональных средств, которые идут как солнечная линия, которые идут с защитой от УВ-фильтров. То есть их нужно наносить перед тем, как собрался, загорать? Да, конечно, перед выходом, так скажем, на улицу. Ну, опять же, питание, питательные маски какие-то, увлажнения хорошие. Про моду и тренды, что сейчас популярно, там, не знаю, какие стрижки, челки, длина, объем? Вы уже все назвали. Ну, челки опять возвращаются, да? Серьезно? В тенденции в 2017-м, да, потому что короткие стрижки, небрежные. Прям совсем коры-коры. Ну, причем даже, так скажем, экстремальные, под мужские стрижки, в женские, да, вписываются очень, как бы, тоже в тренде. Стрижки пикси, как у меня, тоже сейчас в тренде очень даже. Натуральный блон по цвету, да, что... Кстати, Светлана Александровна у нас в тренде. Да, такие ягодные оттенки, всякие персиковые, шоколад глубокий, шоколад с лиловым отливом. Слушайте, это какой-то год экспериментов. Да, в этом году так. В общем, все, что угодно, то и экспериментируем на своих волосах. Совершенно верно. Рома, Светлана, спасибо вам за беседу, я желаю вам всегда довольных клиентов. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Светлана Шмидт, стилист международного класса, чемпионка Сибири и Урала, и Роман Крюков, парикмахер, стилист. Еще раз спасибо, до свидания. Спасибо, всего доброго.